Привет, ОСАМИГО! Снова вы, снова я, и это, наверное, новинка, походу. Игра Nevermind, что переводится как «неважно». В игре будет представлен сюрреалистический мир людей, получивших психологическую травму, короче, типа что-то вроде того. Так что увидим воображаемый мир человека, прошедшего колоноскопию или какие-нибудь другие исследования толстой кишки. В общем, было в начале игры предупреждение, что надо играть с осторожностью, что тут какие-то шокирующие картины могут быть, так что, дети, придвигайтесь поближе, сейчас вы, походу, увидите что-нибудь новое для себя. Вот, не буду писать 18+, но ты все равно, еще ни один человек не отказался от просмотра, увидев надпись 18+. По-моему, это, пока я говорил, она даже зависла. Вот, в игре очень, типа, офигенная графика, она офигенная настолько, что... Что лагал даже... Лагал даже трейлер этой игры, который я смотрел. Так, работает она исключительно на геймпаде, походу, ну, раз геймпад подключен, видимо, ну, давай на геймпаде. Сейчас оценим, играю в жанре Adventure and Horror. Und Horror, так что, ну, если будет страшно и интересно, может, будет прохождение. Страшно и интересно, если не будет, то не будет прохождение. Ну, сейчас, потому что пошла мода, все подряд хоррорами называть. Что, игра... Написано, если вы научитесь контролировать чувство стресса и страха в игре Nevermind, сможете применять этот навык и в реальных стрессовых ситуациях. Да, игра дико лагает, 24 фпс, понятно. Главное, графики нету, а лаги есть. Как они это делают, мне интересно. Что тут понаписано? Смотрите, а субтитры включены? Датчик. Какой нахрен датчик? Удара минуту. Пульсомер. Язык. Ну, русский-то понятно уже стоит, но... Отличные настройки вообще, система настроек прям от бога. Обалдеть вообще, как она работает. Вот, сколько, может, на среднее поставить. Где субтитры? Субтитров нет. Да, я-то думал, что здесь всё будет с переводом, но, видимо, хрен там плавал. Вот как я должен узнать, что это такое? Кто это такой стоит? Что вы, Аскаллот? Мы спросили, что-то там команда... Да-да, пошла-то. Это, короче, видимо, какие-то почётные... Почётные сотрудники этой фирмы. Для продолжения, коснитесь экрана в любом месте. Добро пожаловать в институт нейростальгия. Здравствуйте, доктор. Наши датчики распознавания лица показывают, что вы новый нейроисследователь института ТРПР. Здесь мы можем везти... Да пошла ты. Спасибо, что вы прибыли сегодня так рано, мы считаем. Охренеть! Скоро на ресепшене будут компьютерные мониторы стоять. Так что, секретари, бойтесь. Ваша... Ваша... Как-то ваша карьера под угрозой. Исучать подсознание ваших пациентов. Боже мой, как это круто. Да, я сдаю согласие. Классно, вот вас и приняли на работу. Сообщите указания... Указанные сведения. Где нахрена вообще надо? Так, ну поскольку мы играем за доктора, именно тоже докторская, я знаю одного величайшего врача-гуманиста. Вот, мне кажется, что очень подойдет, наверное, для этой игры. Так, мы видим, что вы пришли, надев... Что? Надев назначенное устройство истальгия. А исталь... А истальгия! Ха-ха-ха! Ох уж этот Apple! Мне кажется, пора Apple уже запатентовать этот буквай просто перед словами истальгия. А если бы нашу игру делали, была бы, наверное, на ностальгия. Спасибо за соблюдение стандартных правил. Обратите внимание на подсказки, точки. Да пошли вы в задницу, господи! В задницу идите, в задницу. Дайте поиграть что-нибудь уже. Вот тут FPS вырос. Наверное, это целебное действие малахитового пола. Он улучшает FPS в играх. Stuff only. Вот вроде графика такая нормальная везде, а такая надпись просто Contra 1.6 тема. Ну и двери, конечно, Counter-Strike Source. Движок-то, ну, Source по-любому же. Пуш. Не работает ни хрена ваше беде. Ну, понятно, что раковина, что питьевой фонтанчик не работает, ведь здесь нету стока для воды. Посмотрите, в этой раковине нету дырки. Если набирать в нее воду, вода прольется через. Так, здесь что? Видимо, почетные лифтеры, погибшие, выполняя свой служебный долг починку лифта. Вот это, по-моему, он похож на Райана Гослинга. Семь лет. Нейростальгия, институт. Семь лет пашет. А это новичок. Смотрите, какая симпотная бобенка. Вот это посередке. Ох, я бы от ней растальгировал ей что-нибудь. Новичок, да, новичок. Все семь, четыре, пять лет, а она новенькая. Ладно, куда идти-то? Пожар! Нет. О, боже, ну и дерьмо тут графика, конечно. Ха-ха, бред такой вообще. Ну, это, видимо, классический случай, когда в трейлере и на скриншотах показали самые красочные и сочные моменты из игры. Личная скамья Дениса Барбура какого-то. Доктор Ричард Винфилд. Не знаю такого. Мой кабинет уже создан, уже подписан как бы. Не понимаю, куда идти. Сектор С, может быть. В игре нету бега. Я охреневаю, когда в играх от первого лица нету бега. То есть я должен шагом здесь ходить и наслаждаться, да, вот этим. Как щебечут птички. А, ну да, это же игра про всякий стресс. А, Геральт Шипман, вот же моя, вот же моя дверь. Интересно, они уже поставили там этот кузов от автомобиля? Ха-ха-ха. Или нет? О боже, какая картина классная. Это типичный игрок World of Tanks. Смотрите, вон руки. Иногда приходится распутывать самые сложные узлы. Ну, ну, блин. Психологическая травма. Это может случиться с каждым в любой момент. Базара нет. Это не смешно даже. Подсознание знает покой или стресс, страх, тревога. Ни хера не понял, что там подсознание знает. Взаимодействовать. Ну, это, наверное, это, наверное, и есть начало игры. Выбрать пациента. Пациент-тренинг расстройства доктор Шипман. Симулированный образ подсознания, созданный институтом нейростальгии для обучения новых сотрудников. Нет, я хочу нормального пациента. Вот этого. Пациент номер 251. Процесс получения отпечатка мозга. Ха-ха-ха. Нихуясь. Отпечаток мозга. Ха-ха-ха. Ой, было бы прикольно, если бы надо было в полицию приходить, сдавать отпечаток мозга. Так тоже тебе черепную колоробку вскрывают. Чернилами намазали, приложили к бумажке. Данный отпечаток мозга пациента в настоящее время обрабатывается. Будет доступен после проведения стандартных процедур. Ах ты, ёб твою мать. Ну, понятно. Давай, ладно. Тренинг. Спасибо, активный отпечаток пациент-тренинг. Теперь можно найти, вводить в камеру через дверь справа. Ни хрена себе там Целебро просто. Да. Это даже не похоже на фонтан с водой. Это похоже на дешёвую такую картину настенную, где её в розетку включаешь, и там типа водопадик течёт. И в отвратительный дешёвый динамик чирикают птички с хрипом, с таким атомным. Здесь слушают диско. Дискости, вы мазафака. Вот это да. Вот это я понимаю. О, понеслось. Давай, эпилепсия. Ну, нет. Почему они так быстро выключили? Только я думал, что красота сейчас начнётся. Симулированный образ подсознания, созданный институтом. Да я уже читал это говно на мониторе. Давай, понеслась. Жизнь для меня и моей семьи стала невыносимой. Ничего не помогло. Блядь, даже на моём большом мониторе эти субтитры просто как газетный текст. Я догадываюсь, почему я здесь. Так, ГЭМ, если я сейчас расскажу о своих проблемах, вы потом сможете это использовать, чтобы помочь мне при помощи процедуры. Трудно в это поверить, но вы специалист. Давай. Мы в яйце мужском. Нет? Нет. Да пошла ты. Идём дальше. Подмечайте всё. Ну, давайте чё-нибудь подметим. Ну, я не знаю. Цветы. Подмечаю. Идём дальше. Хлеба кусок, что ли? Кораблик. Кексик. Памятные фотографии. Мачеха ненавидела мою сестру, двойняшку и меня. Приколюха. Проверяйте подлинность, пиздец. Зачем это всё? Бля, нихрена какой геморрой. Это хоррор? Какой это в жопу хоррор? Дорогой брат. А, милые детки, уходите прочь, с любовью ваша мачеха. Обратите внимание, мы играем каким-то карликом, походу. Посмотрите, какая дверь огромная. Либо там, не знаю, семья Валуевых проживает. Мы часто ели рагу из кролика. Обалденно. То есть игра, это, бля, про поиск фотографий, что ли? Босраться, как интересно. Дайте я уже диагноз кому-нибудь поставлю. Доктор Шипман решит этот вопрос. А вот хоррор, наверное, начинается. Сестра спасла меня от съедения. Ничего себе. Особо мне нравится спецэффект, с которым исчезают фотки. Подсознание, оторгает, бла-бла-бла, ну давай, оторгни. Тут даже бега нету, нет ни бега, ни присесть. Каким образом будет происходить борьба с отторжением, непонятно. Видимо, путем убеждения, факты, фактами и... И не знаю. Может... Головоломки для нейроисследования. Давай. Головол... Головол... Ёпты, головоломни меня пару раз. Чё такое? А, босаться, ни хераси. Головоломище-то, ох, я не знаю. Сейчас мозг треснет. Головоломки для нейроизводства, если нужно, чтобы уничтожить свой конс... Вот это головоломка, нереально вообще. Умнею просто. Мудрость моя просто возросла в разы. Я вот ещё утром проснулся тупеньким, но сейчас я чувствую себя просто гениально вообще. Открытка с ёжиком в тумане. Давай, чё там? Птички никогда не пели для нас. Какая грусть. Боже мой. Психологическая травма. Птички не пели. Физика открывания этой двери поразила меня в самые яйца. Подмечайте детали. Ну чё, мы идём детали-то подмечать? Тут кроме фоток-то можно чё-нибудь подметить вообще? Чё за следы какие-то? Не знаю. О! 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 А вот и хоррор пошёл. Пупсики распятые на деревьях. Я уже говорил в какой-то игре, что не помню в каком городе есть остров мёртвых кукол. Там чувак один с ума сошёл. Наверное, это про него сейчас. Он увидел, как тонет девочка, короче, и поехал. Стал совсем поехавший. Стал собирать куклы старые, грязные, их раскладывать там везде. Но потом и сам утонул. Наш дом уничтожил страшный пожар. О! Да тут не психологическая травма тут. Какой нахуй перерыв? Ёпта, я только начал. Мне тут, кстати, парча кинула скриншоты, как Джофф называет свои серии летсплея по каким-нибудь там играм, типа Alien Isolations или SOMA. Там обязательно написано «Джофф откладывает кирпичи». Джофф откладывает кирпичи там, Джофф откладывает кирпичи тут. Мне кажется, Джоффу стоит подкладывать кирпичи и в этой игре, ведь она тоже хоррор. Это мощнейший хоррор, просто ха-ха-ха. Вообще, эта игра бог хоррора. Куда дальше-то идти? Понятно, всё, фотки на месте, всё хорошо. Изменение рассудка, ну. Чё, мне не сюда. Отсюда я вышел. Перерыв они сказали сделать, может, сюда? Это так похоже на анимус. Нет, это не похоже на анимус, это на говно похоже. Ну, пойдём ещё на круг, наверное, я херу узнаю. Зачем ему такого дерьма вообще обучение? Для чего? Кому оно нужно? Тут всё и так понятно. Спокойствие перед лицом опасности. Ну, давай, это вот, конечно, опасно. Я прям чувствую, как тут опасно столько. Цветочки, деревья. Прямо сама опасность вообще такая. Капаль, о, блин. Опаснище вообще. Чё там этот Лейерс оф Фир со своими, блин, привидениями? Вот опасность-то где. В саду, в саду с цветами самая опасность. Вдруг садовник нападёт, не знаю, за то, что лужайку топчешь. Я ебу. Ай, блин, вообще. Я офигею, ну, игра, ну, хоррор, ёпта-ёпта. Я всё равно выложу это видео, потому что, ну, кто-нибудь да напишет мне о том, что... Что вот, вышла новинка, надо бы снять. Ну, новинка есть новинка, я согласен, базара нет, надо снимать. Даже такое говнецо, как вот эта хренатень. Совушку покормили, теперь зайчика покормим, ёпта-эть. Отлично вообще. Чё, скример-то бахнет какой-нибудь, ну? Футуристический мир, подсознание, блядь. Балдеть, какой. Какая футуристика, какое подсознание. Ух, криминал, блин, просто, не знаю, криминальный этот, как его назвать, блин. Сколотума тут у кого-то. Лес, зима, кормим зверей каких-то каменных вообще. Добро пожаловать в Сайлент Хилл, да, снег пошёл. Ой, я уже, всё, я уже начал зевать, это значит, что игра получает один из десяти. Пиздец, как интересно. Ходить, хлебушек, блядь. Хлебушек на тарелочке раскладывать. Психологическая игра, я не знаю, как мне, блядь, это в жизни-то поможет, я не знаю. Я, я уже психо, я, я начинаю психовать, я чувствую, что они не шутили, я, я психую, блядь, психую, потому что, ну, пиздец-то полный, блядь, не знаю. Для кого это игра, я хрен его поймёшь. Просто жесть какая-то, в неё невозможно, она не оставляет равнодушным, она оставляет психовать. Дом был ловушкой, детей там собирались зажарить и съесть. О, ну это интересно, пойдём посмотрим. Может там детей отжарить собирались, а не зажарить и съесть. Может там дом Майкла Джексона? О, как мост зашатался подвесной. Опасно, вообще опасно. Теперь я в реале, в реале засу ходить под лесным мостом. Она отводила нас в лес на погибель. Но мы оставляли след, чтобы найти дорогу домой. Однажды мы совсем заблудились. Оу, нифига себе. Мать чихота жжёт, а чё вы, батьки, не рассказали? Тоже мне в одном городе близ Саратова, ёб твою мать. Это руки такие, смотрите, прикольно. О! Как красиво появился указатель цели, правдоподобно. Кролик помер, что ли? Может здесь только обучение говно дальше, может интересно будет? Непонятно просто. Пока что жалко только, что бега нету, потому что приходится еле ползать здесь. Еле ползанье. Вид передвижения по игре. Nevermind. Совушку заморили до смерти демоны поганые. А, ну это все те звери, которым я хлеб только что ложил под тотемы. Сейчас лягушка, наверное, будет. Белочка скачережилась. О, какое дерево классное. Лучший подарок для тещи. Оу, воу, воу. Пряничный домик. Какая обстановка накаляется? Че тут накаляется-то? Ну вот и Белочка пришла. Ох, ни хрена себе детский сад. Че это такое? Какая-то схема, что ли? Да не. Вообще не вариант. О. Да. Это я где? Вы че, охерели что ли? Да это игра жестче, чем Dark Souls, я так смотрю. Пиздец. Че, серьезно что ли? Вот она, убийца Dark Souls. Never mind, Dark Souls от первого лица. А, во. Че-то, что здесь вообще ничего нельзя сделать, кроме как ходить. Довольно сложно в таких условиях решать какие-то загадки. Тут как в халате даже прыжка нет. Не в халате, а игра холод. Правильно говорить, халат. Поэтому в халате. Блядь, да, ёб твою мать, вот это игра. Чупа-чуп, свой дом-убийца. Принимайте все меры, чтобы успеть безопасность наших нейроисследователей. Ну, давай быстрее, Мастлай. Однако, вам предстоит в одиночку пройти через область повышенной опасности. Быстрее, тварь. Если подсознание пациента будет слишком переменчиво, вы будете автоматически удалены из данной области мозга и переместитесь в более безопасную область. Используйте это как возможность собраться с мыслями. Когда вы будете готовы, вы сможете без труда вернуться в область, которую покинули, чтобы противостоять тьме и хаосу, укоренившейся в подсознании пациента. О, пауки ползут. Я не понял, с какими нахуй мыслями собраться, вы чё, ёб твою мать? Тут пройти всего-то надо, вот это дерьмо. Как? А, я понял. Надо смотреть, когда штыри появятся, что ли? Что за бред, блядь? Что за бред, блядь? Ой, блядь, собраться с мыслями, ёб твою. С какими мыслями-то собраться? Что за дерьмо? Может, туда надо пойти просто? Да, блядь, через мотню-то не перешагнуть, конечно, ё-моё. Да это обратная дорога. Я понял, надо сдохнуть и собраться с мыслями. Я понял, я уловил суть инструкции. Я просто не понимаю, сука, это же как тут надо с мыслями-то собраться, чтобы пройти это дерьмо. Причём тут собраться с мыслями, если здесь вообще нехуй делать. Ебатуре опять. Вот так вот. я прошел я прошел я сделал это хуй узнает как но я прошел я собрался с мыслями как о надо было собрать о она детей в печке сожгла что упс вау это был мой самый худший день рождения ну да встреченный в печке блять приятного мало базара нет чуха не удалось я думаю такую психологическую травму я как доктор блять как там не ай 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 сознание или как там короче рекомендую лечить наркотой до конца жизни херня какая-то как можно заставить человека забыть что его мачеха в печке хотела сжечь ну возьми дробовик застрели эту суку и все пройдет морщин какая тут нахрен лечение мы потеряясь нашли домик который выглядел очень мило приехала в одессу банда из ростова сука ну чё все можно открыть эту дверь чё за ну чё я расследовал это дело или что наш дом уничтожил ужасный пожар беда беда не сюда изменение нас тут как ой радость какая господи блять не работает нихуя да я просто в ахрене что это такое ну корабль годнота чё хоть перемещать то можно ага так сейчас посмотрим трудно довольно о я раз я разрулил это как бог я даже не знаю зачем собирать было эти фотографии мне кажется что на визите к психологу пациент должен был сам это все рассказать нет о боже о боже на меня все это опять нахлынуло это так ужасно я не хочу вспоминать но да теперь я знаю своего демона в лицо ну иди выстрели ему в лицо меня и сестру мачеха повела нас в лес на одну из своих ночных прогулок обычно мы возвращались последуя из того что собирали перед прогулкой разбрасывали стеклянные шарики куски бумаги даже камешки но в одну ночь она нас завела очень далеко в самую чащу леса мы взяли немного хлеба чтобы оставить след из крошек но лесные обитатели конечно же съели их мы заблудились совершенно мы пытались найти дорогу обратно но было очень темно и лес вокруг нас был очень странный мы скитались несколько дней голодные усталые мы наконец увидели чей-то дом и у нас появилась надежда на помощь но этот дом оказался необычным он выглядел как леденец и был очень странный мы не должны были заходить внутрь но я понял это сказка ханс или грета а я буду это она юма мы зашли но это была тюрьма для потерянных детей таких как мы в этом доме жила женщина которая откармливала детей на съедение незавидная судьба ждала нас и она его кинула в печку сестра его спасла а потом они выросли и убили ведьму хансель и грета сука я чё я психолог или сказочник ёб твою мать чё за борода дайте реальный случай алё компьютер какой нахер институт пациент рассказывает о приступах скопофобии усиливающихся после смерти ее матери не в состоянии осознанно вспоминать как-либо события нахрен следующее данный отпечаток мозга ах ты сука даже выбрать ничего нельзя ну давай скопофобия посмотрим что такое скопофобия капофобии ни у кого тут нет чья посмотрим институт о мой любимый момент в этой игре скот бакула в фильме квантовый скачок этом мне кажется я не знаю чего начать с чего угодно хорошо ну последние 20 лет я работаю риэлтором вообще-то я закончил небольшой колледж всего в часе езды отсюда я не была замужем у меня нет братьев и сестер у меня есть 40 кошек до сильная независимая ну вот и кошечки смотри я всегда любила кошек хихикает блин я ванганул я ненавижу церкви ну их думаю я всегда была немного отшельницы я правда ненавижу когда люди смотрят на меня особенно последнее время честно говоря я себя хорошо чувствую не знаю что было нормально с тех пор когда мы с тех пор пока два года назад не умерла моя мама тогда все начало рушиться вам когда-нибудь казалось что люди просто пялиться на вас как будто входишь фок в комнату и там все знают но не говорят вам не знаю я просто чувствую себя ужасно чувствую среди людей чувствую вину злость у меня было вполне счастливое детство моего отца не стало когда была совсем ребенка моя мать сказала что он погиб авто катастрофе хотя и не помню тот день возможно я была слишком мелкой мы с отцом всегда собирали пазлы а это она помнит блять охуенно он был бизнесменом я помню он всегда говорил о семейном бюджете нет он был нищебродом если он об этом говорил я думаю мы с матерью никогда не были слишком близки но мне ее не хватает не хватает ха-ха-ха хихикает как она любила вино смеется о боже я не знаю почему это происходит со мной я была пошла в жопу короче давай дальше сейчас мы блять сами все посмотрим училась отлично о прикольно это я устраиваю чаепитие было так жарко помню не очень хотелось пить подмечаем детали чаепития подметили дальше идем а где тут двери а тут по-другому все что это там отражается такое дом с синей дверью такого нет а он у нас синяя дверь мне кажется я сюда через нее вошел нет дайте табуретку хоть привстать забрать посылку то почему мы играем таким маленьким героем чё за бред ты их оплатил там чё-то а мы ребенком наверно играем и в прошлый раз мы ребенком играли это детские психологические травмы игра рассматривает вот чем дело поэтому герой такой мелкий и чё тут делать вот и хоррор начинается судя по издоху каком-то на экране появились какие-то типов как дефекты пленки волосы типа вы все заложи спать дорогая ну давай выключим свет для да он не выключается это у дочки такая кровать да не это родительский траходром должен быть мы не в той комнате лиц нету понятно чтобы увидеть ему нужно выключить свет так как он вы ебаный в рот ни хера себе о мамку папку пристрелила ни фигасе ни хреново он разбился в автокатастрофе лово в мане мани 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 печаль чай дерево душ молоко фрукт пистолет машина а как блядь другую сторону покрутить то говно пистолет машина деньги хрена нас короче надо открыть по ходу сейф счет за что-то а нет разрешение на оружие а надо сейчас это открыть что-ли а надо сейчас это открыть что-ли интересно как я должен это сделать как если не наугад твою мать корова и пистолет свадьба наверное картины подсказка их тоже три ебаный телефон так ну применим дедукцию пистолет слева это печальная рандо а молоко это коровы а справа видимо любовь ебаный тогда это не любовь справа печаль ну чё я гениален ёптать пап со своими письмами он никогда не хотел играть со мной после того как почтальон приносил новые письма я же говорю он не был бизнесменом он был наоборот денег не было ю спилит хуй узнать что это такое я ничего не знаю я маленький ребенок никакого спилита чё дальше надо сделать опять свет выключить что тут нету ничего ничего не открыть чё за ёптать 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 я понял тут подносик есть йома да это какая-то вроде интересно местами интересно такая местами то есть такая борода просто борода кончиты в ужас мама больше всего любила пить виноградный сок для взрослых у него был жуткий запах мама бухала и он неплохо дизайнерский дом о классный классный эффект оптический он прям мой мозг спирали закручивает прям я чувствую эту нормалек молоко белые кости надо слово составить нифига так я не вижу ни хрена чего надо посветлее как-то сделать наверно мама сказала папа погиб в катастрофе она была так печально она ненавидела вопросы об этом мама убила папа я думаю уже все поняли мама просто ушатала батю но за каким-то хреном надо продолжать играть и составлять вот это слово вообще непонятно и взять батя инвест наверно батя инвойс не знаю как это говно переводится напишите в комент это не это наверно батя тут в каком-то мешке висит сука вот это вот это жутко жутковато немножко ну ёптую мать мамка убийца серийная походу и птать что за нахер нихера не понимаю куда идти то следы есть то следов нет мамы с папой никогда не было дома я была довольно одиноко он тут смотри сколько у тебя друзей здесь висит развлекайся ептить куда идти то если нажать на кнопку толкнуть то раздается к этой кваканье лягушки а вот здесь написано бат инвоз я в душе попроси папу пазла нихера пазла очень интересно собирать пазла это вообще моя стихия просто пиздец обожаю кто рет то ёптую мать чё не так-то я не понял сначала чё происходит может задевать их нельзя ну всё рой должно хватить чё не поворачивать их можно хоть нет нет понятно тут бля я вообще хер простыше чё куда одной детали по моему очевидно не хватает а вот она это я пытаюсь налить молока я устроил такой беспорядок а мама психанула и завалила папу из пистолета о прикол мама всегда махала папе рукой когда он уезжал на работу прикольно двух фоток не хватает но может и не надо так ну вот это понятно что вот сюда чё за борода может так да это говно вообще блять невозможно в логическом цепи собрать пошла ты нахуй где еще две фотки пиздец какой бред я знаю что блять его мама убила ёптую мать что я должен сделать чтобы блять чтобы вы мне поверили о вон еще гараж открылся там наверно еще фотка есть счет неоплаченный о вот это да чё ребёнка то пропусти такое движение ну и пробки блять а еще думал что у нас ухерова так вписка вписываемся вписываемся пиздык нормально нормально же пережили пережили так сука я тебя по судам затаскаю на тормоз жми сука так не надо на ту сторону там вон фотка голосуем голосуем подвези подвези подвезите ребёнка бежим ах есть контакт опа 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 нормально я иду наверх папа обычно работал наверху может он пособирает со мной пазлы если не сердит чуть такое там перестрелка какая то что идет папа по ходу денег торчал бандитом дай фотку пидрила о нихераси жесть какая он повторяется чё понять то должен ты придурок ну не молоко нашел чё еще надо да папа у нее был тот еще заебанец какой-то походу ну и это видел уже чё в обратную сторону надо идти что не понимаю блядь я не понимаю нахуй чё надо идиотство блядь хорошо блядь буду идти туда где ничего нет зря здравствуй тупик бля здравствуй тупик здравствуй тупик вообще классно вообще играли не знаю игра от бога да ну и чушь видел видел чушь на такую по сравнению с этим даже сома шедевр блять все пиздец может подкрасться там кто-то застреленный на фотке ну а блять да ну вот пистолет чё надо-то еще ёб твою мать я просто вахуй по мою сушите уже по моему все догадались еще на первой минуте этой истории что мама застрелила папу нажралась блять и застрелила его нахер а все его я ебал с меня хватит этого дерьма я не знаю если кому-то нравится такая игра пожалуйста на здоровье к вашим услугам это дерьмо а вот блять оно закончилось всего-то надо было три раза подряд его найти всего-то три раза подряд находишь его и тогда блять уже может забрать фото а он застрелился черт у меня было другое предположение вот отстой я думал мамка у неё злая оказывается мамка нормалёк у неё папка была слабохарактерной ну иди выход отсюда там или тут блять ложь повернись повернись ложь вот у этой глаза хоть закрыта значит сюда есть тут элементы психодела но очень все тупо как-то тут больше похоже на полную бороду какую-то кончатый урс и все равно одной фотки не хватает до ссал я по моему уже по последней фотографии все понятно нет наверно вот это кстати последняя фотка вот это предпоследняя хуй то какая то а вот наверно как вот наверно как ну и все равно не хватает до ссал я Да ебись ты конем, да что ж тебе надо-то, еб твою мать, змея ебучая. Может так? Ой, да пошла ты в пизду, всё, всё понятно, я не знаю, на какой хуй я должен собирать ебливые фотографии, всё, блядь, ежу понятно, она пошла к папе, папа застрелился из-за того, что, блядь, не было денег, и мама его заебала до смерти, алкашка, блядь, всё нахуй, хэппи-энд, рот топтал, игра говно. Субтитры сделал DimaTorzok